Привет, мои девочки! Привет ещё раз, мои богини, котики! Сейчас мы с вами погадаем, следит ли он за вами. Гадание будет связано с соцсетями. Мы будем сейчас гадать про одноклассников, ВКонтакте, Ватсаппы, Вайберы. Хоть это не соцсети, но это сети для общения. То есть любые какие-то интернетовские штучки использует ли он для того, чтобы у вас узнать какую-то информацию. Я вам скажу одну вещь. Даже если у вас с вашим человеком хорошие, клёвые отношения, он всё равно лазит по вашим сетям. И даже вы можете тоже подтвердить, что всё-таки нет, да нет, но когда-то всё-таки залазили девочки. Вы на странице каких-нибудь бывших, всяких его друзей, подруг, чтобы что-то посмотреть. И давайте сейчас посмотрим, что он делает. Лазит ли он по вашим соцстраницам? Ищет ли он вас, если он не знает, где вы, да? Ну, то есть мы сейчас посмотрим именно в соцсети. Контролирует, пытается ли контролировать вас он в соцсетях. Инстаграм даже, вот я забыла. В общем, сейчас посмотрим, ревнует он или не ревнует, для чего он это делает. Всё-таки эта тема тоже будет полезной для того, чтобы посмотреть, с какой целью он интересуется. Для чего это надо? Девочки, если вы хотите им как бы немного поманипулировать, если вы хотите его как-то, знаете, взять за живое, за горло, то это, в принципе, информация вам поможет для того, чтобы повернуть вас в ту или иную сторону. Что выкладывать? Котиков, какие-нибудь статусы про страдания, про ответную или безответную любовь и всё такое. В общем, сейчас посмотрим. Гадать мы моде на чёрном таро, на офигенном чёрном таро. И посмотрим, следит ли он за вашими соцсетями, за вашими страничками и с какой целью интересуется. Выбирайте, пожалуйста, карту. Четыре варианта. И сейчас мы посмотрим, следит ли он за вами в соцсетях. Тема насущная. Итак, смотрим. Выбирайте карту, выбирайте своего мужчину, спросите сами себя вопрос, следит ли он за мной в соцсетях. Выбрали? И теперь поехали слева направо. Первый вариант. Первый вариант у нас такой. Верховная жрица. Он за вами следит в соцсетях. Он первым, чем интересуется, так это вашими новыми фотографиями. Он не читает ваших каких-то постов. На них он обращает, ну, вообще минимум внимания, которые только можно обращать. Он смотрит именно на ваши фотографии. То, как вы выглядите на этих фотографиях. Я вам скажу, что по этой карте вы ему очень нравитесь. Его манит это. Я бы ещё добавила здесь так, что я так думаю, да, у него есть какая-то такая привычка смотреть на изображение женщин, да. И на ваше изображение он смотрит больше всего на свете. Я бы сказала, он может только для того, и заходит в соцсети для того, чтобы всё-таки просто смотреть на вас. Вот такая вот вы верховная для него жрица. Это у него уже, знаете, типа культа какого-то. Всё-таки следит за вами. Ревности тут, в принципе, нету. Ну, вот ничего такого. Главное то, что его интересуют именно ваши новые фотографии. Чисто мужской интерес, нормальный, классный мужской интерес к вашей персоне. По-моему, так даже и правильно себя вести. То есть не выискивать там ваши изменения статусов или ещё что-нибудь, когда вы заходили, когда не заходили, да, ни дату, ни время. Ему главное смотреть на ваши новые фотографии. Так что, девочки, хотите его привлечь, выкладывайте свои лучшие фотки. Там, где ваша женская суть, сущность, да, в полном расцвете цветёт и пахнет. В общем, ему очень это интересно. Дальше давайте посмотрим следующую карту. Второй вариант. Следит ли он за тобой в соцсетях и для чего? Вот тут вот выпала у нас королева мечей, девочки. Королева мечей, следит он за вами в соцсетях или нет? Ну, я вам так скажу, да. За вами, кстати, не больше сколько он наблюдает, да, сколько персона с его прошлого либо настоящего. Это какая-то ваша соперница следит за вами. Может быть, бывшая постоянно заходит на вашу страницу. Реально отслеживает ваши действия. Вот его бывшая, либо настоящая конкурентка, соперница. Смотрит на вашу страницу очень часто. Вот именно со стороны мужчины сейчас, когда выпадает королева мечей, она об этом и говорит. Нисколько мужчина, да, мужчина как-то боком проходит, то есть ему может быть там выискивание информации в соцсетях не так уж и важно, сколько следит за вами какая-то другая бабенция. Очень-очень даже вами интересуется. Вот так вот. Ну, а если говорить о самом мужчине, да, то он прекрасно знает, где вы есть, что вы есть. Он захочет написать, он запишет, не захочет, он не напишет. В принципе, я бы сказала, что он вообще тут, по этой карте он практически скрыт. Тут вылезает именно женщина с его стороны на вас смотрит. А давайте я сейчас достану здесь доп, и мы с вами посмотрим, с каким она на вас настроением смотрит на вашу страничку. Ну, смотрите, какая карта выпала. Пятнадцатый старший аркан дьявола. Ой! Ну, тут два варианта, девочки, что я могу вам сказать. Она сглаживает. Она точит на вас зуб, и очень конкретный какой-то зуб точит. И вот, посмотрите, у дьявола вот тут вот на карте получается и женщина, и мужчина висит, да. Она как его хочет. Ну, то, что она хочет им завладеть, этим мужчиной, или полностью владеть, это одно. Она очень зла на вас. Она вот просто смотрит на вас и очень сильно психует из-за этого. Как от этого защититься, да? Я вам скажу даже, например, по своей маме. Моя мама выложила новые фотки, где-то там на заставку поставила в Вайбере, да. И, получается, приходит она ко мне в гости. И я уже на ней вижу, что что-то на ней не то. Говорю, давай я тебя сейчас посмотрю на картах, потому что что-то ты мне не нравишься, да. И это буквально день прошёл, как она выложила эти фотографии, да. Как защититься от этой грязи в интернете, от этих вот баб, да. Во-первых, желательно выкладывать фото в зеркале. Зеркальное фото, на них невозможно работать ни чёрной магией, ни чем остальным. Она будет отзеркаливаться. Так что, девочки, когда вы выкладываете фото в зеркале, да, с этими фото ничего не будет. Вот реально ничего не будет. Либо, когда перед тем, как вы выкладываете фото, да, что-то в нём измените. Например, немножко поменяйте цвет, да. Вот сделать что-то неестественное на этом фото. Либо даже какой-нибудь смайлик снизу поставить, другую мордочку. Вот смотрите, когда вы на фотографии изображена одна, поставьте где-нибудь внизу какую-нибудь мордочку, смайлик, да. Сейчас можно в этих редакторах выбирать. На фотографии будет уже две мордочки, да. И по этой фотографии тоже ничего такого не случится. То есть, сглазить это фото уже тяжеловато, потому что там уже два лица. И получается, даже если на вас что-то наводят, это лицо надо убирать. А не каждый его может заметить. И не каждый эту вот фишечку знает. Дальше. Если у вас есть какие-то оберёги, талисманы вы носите, пусть они тоже отражают эту херню. Но баба на вас это очень и очень зла. Обратите внимание. Хоть гадаем на мужика, да, очень сильно пошла фонить какая-то неприятная тётенька. Так, дальше, девочки, давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта это у нас десятка мечей. Кровавая карта. Десятка мечей. Тоже наблюдает он за вами. Очень наблюдает. И его, всё, что он видит, его жутко ранит. Вся информация, которая находится у вас на страницах, где он лазит, его жутко ранит. Что-то вы такое выкладываете, что это не то, что его злит. Да, вот посмотрите на этот лежащий трупик, да, он исколот буквально десятками мечей. Понимаете? Это ещё карта идёт ревности. Нормальной такой ревности. Мужчина очень сильно вас ревнует. Ревнует даже к этим вот соцсетям. Мучается. Он постоянно заходит на вашу страничку, что-то проверяет, что-то рыщет. Заходит либо успокаивается, заходит либо... Он, короче, сходит с ума. Вот по этой карте мужчина сходит с ума. Но смотрите, девочки, ревность, неревность, почему она его очень сильно так ранит, да? Что ж его ранит-то? Давайте посмотрим, что ранит этого мужчину, когда он смотрит на ваши соцсетики. Королева жезлов. Да ёшкин кот, девочки, скажу по этой карте вам. Одну фишку. Дело в том, что то, что вы выкладываете, да, он прекрасно знает, что это... На вашей соцстранице лазит ещё какая-то королева жезлов, какая-то другая дама. И из-за того, что она что-то такое видит, он, получается, получает, понимаете, он от этой бабы получает много какого-то негатива. И это его ранит. Пусть он даже в этом не признаётся, ведёт себя как хочет. Но дело в том, что он переживает насчёт того, что вот эта другая королева жезлов что-то там себе надумывает. И причём фишка в том, что она этим его колет. Может быть, это какая-то его бывшая. Может, вы начали только с этим человеком встречаться, она шлёт ему эсэмэски, психованные эсэмэски. Но он переживает из-за того, что, возможно, он её обидел, да. Возможно, что-то в этом роде. Но подождите тут. Хорошо, он-то из-за неё переживает, да. А как он переживает насчёт вас вообще? Так. Тут выпал туз жезлов. Вот такая вот красивая карта. Туз жезлов. И смотрите, как он между королевой жезлов и тузом жезлов выпадает, да. Он считает, что вас это, конечно же, не ранит, что вы защищены, что у вас всё хорошо. Но подождите, девочки. Мне вот хочется всё-таки добить этот расклад, третий расклад до конца и понять одну вещь. А кого он любит тогда? Эту женщину или эту женщину? Девочки, по этой карте, если вы являетесь королевой жезлов, вот вы сама королева жезлов, кто такая королева жезлов? Это крестовая дама, да, то с ней выпала карта влюблённых. Это реально говорит о том, что, получается, смотрите, он одной отрывает голову, а вторая вот на него так вот насела. но он выбрал уже женщину. Он от этой, другой женщины уходит, уходит к... То есть тут реально был треугольник, реальный треугольник, и в соцсетях идёт конкретная война. Мужчина от одной женщины уходит к другой женщине, да. И вот эта вот тарта влюблённых относится именно к крестовой королеве жезлов. Если вы королева жезлов, девочки, ну, расклад, конечно, тут тяжёлый. Тут пару картами не разберёшься, так что давайте подождать. Этот мужчина, что он чувствует, когда он залезает на вашу страницу? Верховный жрец. Кого он любит? Он ту бывшую свою любит или свою новую любит? Он реально переживает из-за разрыва со своей прошлой бабой. Реально переживает из-за разрыва. Так что тут всем говорю, будьте осторожны, по этому третьему раскладу. Ведите себя очень внимательно, девочки. Очень внимательно ведите, потому что он та, которая переживает, либо она ему шлёт смс, либо она ему что-то пишет и выясняет с ним отношения из-за того, что он и она видит у вас в соцсетях. Возможно, вы что-то такое вот выставили, что вот просто по ней ударило хрен пойми как. И причём эта женщина, она как умеет, она его любит. А вот с вашей стороны вы, в принципе, очень защищены. Он вам, в принципе, ничего не говорит, он вам ничего не скажет, но там какие-то страсти, мордасти по этому мужчине. Вот такие вот дела. Боже мой, какой тут этот расклад третий получился. Ну, подождите. Не могу от него отлепиться, от этого третьего расклада. И всё-таки сейчас на этот третий расклад выкину карту, что он решит. маг. Он уже вышел с того положения с нулевого аркана дурака, когда он был. То есть, когда он был с ней, у него был аркан дурака. Шута. Когда он с вами, он уже стал магом. Этот человек реально хочет быть с вами. Он её уже откидывает. Как он решит с ней вопрос? Блин, тут надо действительно быть из-за королевы кубков. Это вы или она? Блин, вот этого человека надо немного останавливать от тех ошибок, которые он может совершить. Он может проводить с ней время. Понимаете? Она может его додавить до того, чтобы он пришёл к ней на свидание. На выяснение отношений. А что будет, когда он с ней встретится? А не помириться? Нет, он хочет поставить точку над этими отношениями, но она будет ему даваться тяжело. Тут, может, он чувствует вину какую-то, но она его реально достает, девочки. Вот это вот третья карта. Причём тут надо действительно... Что я могу посоветовать сейчас вам по этому раскладу? Во-первых, узнавать, где он, с кем он. Но не то, что не ревностью никакой ничего, а тихо, спокойно, искренне, быть ему другом, быть настоящей подругой ему, чтобы узнать, от чего он переживает, дать своё субъективное мнение, умеренности, понимаете, силой и умеренности, чтобы дать ему силы справиться с этой вот тяжёлой ситуацией, кстати. И давайте, девочки, посмотрим последний вариант, четвёртый вариант, это у нас солнце. Следит ли он за вами в соцсетях? Конечно же, следит. Он не может от вас оторваться. Вы по четвёртому по четвёртому варианту, по этому девятнадцатому старшему аркану притягиваете его неимоверно. Такое ощущение, что он дня не начинает без того, чтобы просто даже на вас полюбоваться, на вас посмотреть. Это карта, хорошая карта, карта, знаете, такой какой-то душевной верности по отношению к вам. Вот такие вот дела. Да, везде смотрят. Нигде не выпивала так, что смотрят. Но самый, конечно, третий вариант, это огонь. Всё, девочки, сейчас дальше ещё как-нибудь погадаем, посмотрим на этих мужиков. Пока-пока.